даже не знаю как описать я долго рыло искал вот мы сейчас находимся вы поняли вы видите бачок я не знаю что это такое и что это было в общем вы помните мою историю я искал почему рычит у меня двигатель значит вот этот болт который вы сейчас наблюдаете вот я к нему лезу он у меня раскрученный почему-то что это за болт я хз но это не подушка двигателя пожалуйста я его включу рукой круче он скрутился там куча стружки под ним смотрите какая штука он тоже крутится вот уже и под ним там тоже куча стружки здесь я реально как бы ощущаю упор сейчас она где-то примерно вот здесь прекратит крутиться да ну и этот болт 2 естественно тоже подняло видеть вы видите самое интересное я внизу под двигатель прям подставил медную смазку и она примерно отступала на пол миллиметра от двигателя смотрим о боже мой теперь она отступает на 5 миллиметров у двигателя даже почти на 1 сантиметр оценить то есть у меня двигатель упал вниз из-за каких-то то там болтов да ребята болты опоры двигателя которая прикручивается к коробке я туда рукой но никак не могу подлезть один болт вообще открученный то есть реально она вообще как-то работала на одном болту я вам клянусь честью случайно определил осматривал машину чуть ли не под микроскопом лазил под ней на длине портал везде и вот такую вот беду я обнаружил наверно там есть где-то еще и третий болт у нас не может на двух держаться она держится на трех прикрутил вроде плотненько второй он затягивается хотя его тогда до упора сделал вот так друзья а те два болта я закрутил значит там есть еще третий болт он находится под нашим аккумулятором снимаем аккумулятор вытаскиваем и там будет пластмасска и и достаем под пластмасской два отверстия на верхний болт и на нижнем был соответственно нижний был подкручиваем не забудьте друзья сначала мы снимаем клему минусовую потом отсоединяем плюсовой вот эту пластмасску мы вытаскиваем не забудьте что там под пластмасской еще находится слив его надо просто соединить вот этот болт он за опорой его можно открутить закрутить точнее но я вот беру вот такой на 16 залаживать сюда рукой смотрим там еще куча патрубков то есть вам надо пролезть по патрубке накидываем и закручиваем как мы видим он тоже был у меня откручен я уже что только не думал и кардан думал и думал ремень берем к осмотру там ролик я недавно менял ремень берем думал они ну короче говоря вот как-то так всего лишь навсего 100 тысяч пробега раскрутила эти болты ну в общем закручиваем неудобно снимать крутить сейчас закручу затяну все собираем обратном порядке и прокатимся пока все работает также как переключаются передача смотрим также пенал опинается как опиналась пробу выезжаем сейчас открою окна и слушаем звук ну все рычание не друзья сейчас в горочку в общем друзья как то так если у вас будут подобные проблемы как рычание резком старте либо в горку этот видеоролик вам должен помочь проверяйте эти болты еще раз это не болты крепления подушки это болты крепления кронштейна коробки которому уже крепится подушка и в принципе я считаю что я очень вовремя заметил эту всю ситуацию не ездил дальше честно обыскал все проверял кардан проверял ну там ролики посмотрите если в плейлисте в этом продаста заменял вот эту вот подушку задние опоры двигателя рыбка так называемая хотя она у меня была в хорошем состоянии но я на нее все равно грешил и поменял там кронштейн нашел сломанный кронштейн крепления катализатора ну как бы это все равно надо было бы поменять но вот заднюю опору двигателя рыбку я менял поменял получается ну зря она была нормальное состояние то есть просто выбросил деньги самом деле она была просто найти вот эти злополучные болты и прикрепить ну зато теперь я знаю что все остальные агрегаты у меня в хорошем состоянии кстати после того как двигатель поднял вот здесь вот все совершенно по-другому оно прикрепилось к кузову то есть все стало как-то но по-другому как-то вот так как оно должно стоять идеально без всяких проблем заметил кстати пока еще снимал что мне вот здесь вот течет заглушка которая прикрывает вал ну ее тоже поменял на стоит там 60 рублей все доступно запчасти все продаются в общем друзья хороших вам ремонтов пусть ваши машинки не болеют хотя им коронавирус не страшен но следите за их состоянием все равно температуру им надо мерить не реже чем это должны делать люди все всем пока удачи еще раз ремонта до новых встреч